Иное измерение русской культуры Антон Павлович Чехов Остров Сахалин Читает Евгений Бразл-Дружковский Глава 16 Краткое содержание Состав ссыльного населения пополам Женский вопрос Каторжные женщины и поселки Сожители и сожительницы Женщин свободного состояния В ссыльной колонии на 100 мужчин Приходится 53 женщины По 10-й ревизии в русских губерниях В 1857-60 годах В среднем на 100 мужчин Было 104,8 женщины Это отношение правильно только для населения Живущего в избах Есть же еще мужчины Ночующие в тюрьмах И холостые солдаты Для которых необходимым предметом Для удовлетворения Естественных потребностей Как выразился когда-то Один из здешних начальников Служат все те же ссыльные Или прикосновенные К ссылке женщины Но если при определении Состава населения колонии пополам И по семейному положению Следует брать в расчет и этот разряд людей То не иначе как с оговоркой Они пока живут в тюрьмах или казармах Смотрят на колонию лишь с точки зрения потребностей Их визиты в колонию играют роль Вредного внешнего влияния Понижающего рождаемость И повышающего болезненность И при том случайного Которое может быть больше или меньше Смотря по тому на каком расстоянии От селения находится тюрьма Или казарма Это то же, что в жизни русской деревни Золотородцы Работающие по соседству на железной дороге Если взять огулом всех мужчин Включая тюрьму и казармы То 53 сократится приблизительно наполовину И мы получим отношение 100 к 25 Как не малы цифры 53 и 25 Но для молодой ссыльной колонии Развивающейся к тому же При самых неблагоприятных условиях Их нельзя признать слишком низкими В Сибири женщины Среди каторжных и поселенцев Составляют менее 10% А если обратиться к нерусской Депортационной практике То встретим там колонистов Уже почтенных фермеров Которые до такой степени Не были избалованы в этом отношении Что с восторгом встречали проституток Привозимых из метрополии И платили судовщикам 100 фунтов табаку За каждую Так называемый женский вопрос На Сахалине поставлен безобразно Но менее гадко Чем в западноевропейских Ссыльных колониях В первое время их развития На остров поступают Не одни только преступницы И проститутки Благодаря главному теребному управлению И добровольному флоту Которым вполне удалось установить Скорое и удобное сообщение Между Европейской Россией И Сахалином Задача жен и дочерей Желающих следовать за мужьями Родителями в ссылку Значительно упростилась Не так еще давно Одна добровольно следовавшая жена Приходилась на 30 преступников В настоящее же время Присутствие женщин свободного состояния Стало типическим для колонии И уже трудно вообразить Например, Рыковская Или Новомихайловку Без этих трагических фигур Которые ехали жизнь мужей Поправить и свою потеряли Это, быть может, единственный пункт По которому наш Сахалин В истории ссылки Займет не последнее место Начну с каторжных женщин К 1 января 1890 года Во всех трех округах Преступницы составляли 11,5% Всего числа каторжных Эта цифра может служить Лишь для определения Состава каторжных по полам Для сравнительной же оценки Нравственности обоих полов Она не дает надежного материала Женщины реже попадают на каторгу Не потому, что они нравственнее мужчин А потому, что по самому строю жизни И отчасти по свойствам Своей организации В меньшей степени Чем мужчины подвержены Внешним влиянием И риску совершать Тяжкие уголовные преступления Они не служат в канцеляриях И на военной службе Не уходят в отхожие промыслы Не работают в лесах Рудниках, на море А потому не знают преступлений По должности И против военной дисциплины И преступлений Прямое участие В которых требует Мужской физической силы Например, ограбление почты Разбой на большой дороге И тому подобного Статья о преступлениях Против целомудрия Об изнасиловании Растлении И сверхъестественных пороках Касаются одних лишь мужчин Но зато они убивают Истязуют Наносят тяжкие увечья И укрывают убийства Относительно чаще Чем мужчины Среди последних Убийцы составляют Сорок семь процентов А среди преступниц Пятьдесят семь Что же касается Осужденных за отравление То среди женщин Их больше Не только относительно Но даже абсолютно В 1889 году По всем трем округам Отравительниц Было показано Абсолютно почти В три раза больше Чем отравителей А относительно В 23 раза Как бы то ни было Женщин поступает В колонию Меньше мужчин И даже несмотря на Ежегодно Пребывающие партии Женщин Собободного Состояния Мужчины все-таки Дают Подавляющий перевес Такое неравномерное Распределение Полов Неизбежно В ссыльной колонии И уравновешивание Может произойти Только с прекращением Ссылки Или когда на остров Начнет приливать Иммиграционный элемент Который сольется Со ссыльным Или появится у нас Своя Мистерис Фрей Которая будет Энергически Пропагандировать Мысль Об отправлении На Сахалин Для развития Семейственности Транспорта Честных девушек Из бедных Семейств О ссылке Западноевропейской И русской И в частности О женском Вопросе Смотри У профессора Ивана Яковлевича Файницкого В его известной Книге Учение О наказании В связи С тюрьмоведением С колонизационной Точки зрения Эти женщины Имеют Одно важное Преимущество Они поступают В колонии В сравнительно Молодом Возрасте Это в большинстве Женщины С темпераментом Осужденные За преступления Романического И семейного Характера За мужа Пришла За свекровь Пришла Это все больше Убийцы Жертвы Любви И семейного Деспотизма Даже те из них Которые пришли За поджог Или подделку Денежных знаков Несут в сущности Кару За любовь Так как Были увлекаемы В преступления Своими любовниками Любовный элемент Женщины Жившие мужской Благосклонности Попадали на работу В кухне Остальные Они же служили Потребностям И пили мертвую И в конце концов Женщины По словам Власова Были развращаемы До такой степени Что в состоянии Какого-то ошеломления Продавали своих детей За чтоф спирта Теперь Когда прибывает Партия женщин В Александровск То ее Прежде всего Торжественно Ведут С пристани В тюрьму Женщины Согнувшись Под тяжестью Узлов И котомок Плетутся По шоссе Вялые Еще не пришедшие В себя От морской болезни А за ними Как на ярмарке За комедиантами Идут целые Толпы баб Мужиков Ребятишек И лиц Причастных Канцеляриям Картина Похожая На ход Сельдей В Аниве Когда вслед За рыбой Идут целые Полчища китов Тюленей И дельфинов Желающих Полакомиться Икряною Селедкой Мужики Поселенцы Идут за толпой С честными Простыми Мыслями Им нужна Хозяйка Бабы Смотрят Нет ли в Новой партии Землячек Писарям же И надзирателям Нужны Девочки Это обыкновенно Происходит Перед вечером Женщин Запирают На ночь В камере Заранее Для того Приготовленной И потом Всю ночь В тюрьме И в посту Идут разговоры О новой партии О прелестях Семейной Жизни О невозможности Вести хозяйство Без бабы И тому подобное В первые же сутки Пока еще пароход Не ушел В Корсаковск Происходит Распределение Вновь Прибывших Женщин По округам Распределяют Александровские Чиновники И потому Округ Их получает Львиную долю В смысле И количество И качество Немного Поменьше И похуже Получает Ближайший Округ Тымовский На севере Происходит Тщательный выбор Тут Как на фильтре Остаются Самые молодые И красивые Так что Счастье Жить в южном Округе Выпадает На долю Только почти Старух И таких Которые Не заслуживают Мужской Благосклонности При распределении Вовсе Не думают О сельскохозяйственной Колонии И потому На Сахалине Как я уже говорил Женщины Распределены По округам Крайне Неравномерно И при том Чем хуже Округ Чем меньше Надежды На успехи Колонизации Тем Больше В нем Женщин В худшем Александровском На 100 Мужчин Приходится 69 Женщин В среднем Тымовском 47 И в лучшем Корсаковском Только 36 Доктор Александр Викторович Щербак В одном Из своих Фильетонов Пишет Выгрузка Окончена Была Только Утром Другого Дня Оставалось Еще Принять Сыльно Каторжных Назначенных В Корсаковский Пост И получить Различные Сдаточные Квитанции Первых В числе 50 Мужчин И 20 Женщин Прислали Без Замедления В статейных Списках Мужчин Не значилось Ремесла А женщины Были Очень стары Спускали Поплоше Статья Сыльно Каторжными В газете Новое время Номер 5381 Из женщин Выбранных Для Александровского Округа Часть Назначается В прислуге Чиновникам После тюрем Арестантского Вагона И пароходного Трюма В первое время Чистые И светлые Чиновницкие Комнаты Кажутся Женщине Волшебным Замком А сам Барин Добрым Или злым Гением Имеющим Над нею Неограниченную Власть Скоро Впрочем Она Свыкается Со своим Новым Положением Но Долго Еще потом Слышится В я речи Тюрьма И пароходный Трюм Не могу Знать Кушайте Ваше Высокоблагородие Точно Так Другая Часть Женщин Поступает В гаремы Писарей И надзирателей Третья Больше В избы Поселенцев Причем Женщин Получают Только Те Кто Побогаче И Имеет Протекцию Женщину Может Получить И Каторжный Даже Из Разряда Испытуемых Если Он Человек Денежный И пользуется Влиянием В тюремном Мирке В Корсаковском Посту Вновь Привывших Женщин Тоже Помещают В особый Барак Начальник Округа И Смотритель Поселений Вместе Решают Кто Из поселенцев И крестьян Достоин Получить Бабу Преимущество Дается Уже Устроившимся Домовитым И хорошего Поведения Этим Немногим Избранникам Посылается Приказ Чтобы Они В такой-то День И час Приходили В пост В тюрьму За получением Женщин И вот В назначенный День По всему Длинному Тракту От Найбучи До поста Там И сям Встречаются Идущие К югу Каких здесь Не без иронии Величают Женихи Или Молодые Ведь у них Какой-то особенный В самом деле Жениховский Один Нарядился В красную Кумачевую Рубаху Другой В какой-то Необыкновенной Плантаторской Шляпе Третий В новых Блестящих Сапогах С высокими Каблуками Купленных Неизвестно Где И при каких Обстоятельствах Когда Все они Приходят В пост Их Пускают В женский Барак И оставляют Тут Вместе С женщинами В первые Четверть Полчаса Платится Необходимая Дань Смущению И чувству Неловкости Женихи Бродят Около Нар И молча И сурово Поглядывают На женщин Те Сидят Потупившись Каждый Выбирает Без кислых Гримас Без Успешек А совершенно Серьезно Относясь По человечеству И к Некрасоте И к Старости И к Арестантскому Виду Он Присматривается И хочет Угадать По лицам Какая Из них Хорошая Хозяйка Вот Какая Нибудь Молодая Или пожилая Показалась Ему Он Садится Рядом И заводит С ней Душевный Разговор Она Спрашивает Есть ли У него Самовар Чем Крыта У него Изба Тесом Или Соломой Он Отвечает На это Что у Него Есть Самовар Лошадь Телка По второму Году И Изба Крыта Тесом Только Уж После Хозяйственного Экзамена Когда Оба Чувствуют Что Дело Кончено Она Решается Задать Вопрос А Обижать Вы Меня Не Будете Разговор Кончается Женщина Приписывается К поселенцу Такому То Вселение Такое То И Гражданский Брак Совершен Поселенец Отправляется Со Своей Сожительницей К себе Домой И Для Финала Чтобы Не Ударить Лицом В Грязь Нанимает Под Воду Часто На Последние Деньги Дома Сожительница Первым Делом Ставит Самовар И Соседи Глядя На Дым С Завистью Толкуют Что У Такого То Есть Уже Баба Рожать Детей Законо Запрещающего Свобод Свобод Семьей Например Приказ Согласно Ходатайство Господина Начальника Александровского Округа Изложенного В рапорте От 5 января За номером 75 Сыльно-каторжная Александровской Тюрьмы Акулина Кузнецова Переводится В Тымовский Округ Для Совместного Дома Обзаводца С поселенцем Алексеем Шараповым 1889 Год Номер 25 Можно Сказать Что За исключением Небольшого Числа Привилегированных И тех Которые Пребывают На остров С мужьями Все Каторжные Женщины Поступают В сожительницы Это Следует Читать За Правило Мне Рассказывали Что Когда Одна Женщина Во Владимировке Не Захотела Идти в сожительнице И заявила Что Она Пришла Сюда На Каторгу Чтобы Работать А не Для Чего Нибудь Другого То Ея Слова Будто Бы Привели Всех В Недоумение Да И Трудно Понять Где Жили Женщины Если Отказывались От Сожительства Особого Помещения Для Них На Каторге Не Существует Заведующий Медицинскую Частью В своем Отчете За 1889 Год Пишет По Прибытии На Сахалин Им Предоставляется Самим Заботиться О Помещении Для Оплаты Которого Приходится Некоторым Из них Не Пренебрегать Способами Для Добывания Средств Местная Практика Выработала Особенный Взгляд На Каторжную Женщину Существовавшей Вероятно Во всех Сыльных Колониях Не то Она Человек Хозяйка Не то Существо Стоящее Даже Ниже Домашнего Животного Поселенцы Селения Сиска Подали Окружному Начальнику Такое Прошение Просим Покорнейшее Ваше Высокоблагородие Отпустить Нам Рогатого Скота Для Млекопитания Вышеупомянутую Местность И Женского Пола Для Устройства Внутреннего Хозяйства Начальник Острова Беседуя В моем Присутствии С поселенцами Селения Узкого И давая Им Разные Обещания Сказал Между прочим И насчет Женщин Вас Не оставлю Нехорошо Что Женщин Присылают Сюда Из России Не весной А осенью Говорил Мне Один Чиновник Зимой У бабе Нечего Делать Она Не помощница Мужику А только Лишний Род Потому-то Хорошие Хозяева Берут Их Осенью Неохотно Так Рассуждает Осенью О рабочих Лошадях Когда Предвидятся Зимою Дорогие Кормы Человеческое Достоинство Достоинство А также Женственность И стыдливость Каторжной Женщины Не принимаются В расчет Ни в каком Случае Как бы Подразумевается Что все это Выжжено В ней Ея Позором Или Утеряно Ею Пока Она Таскалась Под тюрьмом И этапом По крайней мере Когда ее Наказывают Телесно То Не стесняются Соображением Что ей Может быть Стыдно Но Унижение Ея Личности Все-таки Никогда Не доходило До того Чтобы ее Насильно Выдавали Замуж Или Принуждали К сожительству Слухи О насилиях В этом отношении Такие же Пустые Сказки Как Виселица На берегу Моря Или Работа В подземелье Лично Я всегда Относился С сомнением К этим слухам Но все-таки Проверил Их на месте И собрал Все случаи Которые Могли послужить Поводом К ней Рассказывают Что года Три-четыре Назад Когда Начальником Острова Был Генерал Гинце В Александровске Одна Каторжная Иностранка Была выдана Против воли Забывшего Околоточного Надзирателя Каторжная Ягельская В Корсаковском Округе Получила Тридцать Розок За то Что захотела Уйти От своего Сожителя Поселенца Котлярова Там же Поселенец Яроватый Пожаловался Что его Баба Отказывается Жить с ним Последовало Распоряжение Анан Всыпьте Ей Сколько Семьдесят Бабу Высекли Но она Все-таки Настояла На своем И перешла К поселенцу Маловечкину Который Теперь Не нахвалится Ею Поселенец Резвецов Старик Застал Свою Сожительницу С поселенцем Родинам И пошел Жаловаться Последовало Распоряжение Позвать ее Сюда Баба Явилась Так ты Такая Секая Не хочешь Жить С Резвецовым Розок И Резвецову Приказано Было Собственно Ручно Наказать Сожительницу Что тот И исполнил В конце Концов Она Все-таки Взяла Вверх И я Уже Записал Ее Сожительницей Не Резвецова А Родина Вот И все Случаи О которых Помнит Население Если Каторжная Женщина Из сварливого Характера Или из Распутства Слишком Часто Меняется Жителей То ее Наказывают Но и Такие Случаи Бывают Редко И возникает Только Вследствие Жалоб Поселенцев К Сожительству Не служат Помехой Ни старость Женщины Ни различия Вероисповеданий Ни бродяжеское Состояние Сожительниц Имеющих Пятьдесят И более лет Я встречал Не только У молодых Поселенцев Но даже У надзирателей Которым Едва Минуло Двадцать пять Бывает Что приходят На каторгу Старуха Мать И взрослая Дочь Обе Поступают Сожительницы К поселенцам И обе Начинают Рожать Как бы В перегонку Католики Лютиране И даже Татары И евреи Нередко Живут С русскими В Александровске В одной избе Я встретил Русскую бабу В большой компании Киргиз И кавказцев Которым Она прислуживала За столом И записал Ее сожительницей Татарина Или Как она Назвала его Чеченцы В Александровске Всем известный Здесь Татарин Кербалай Живет С русской Лапушиной И имеет От нее Троих детей В верхнем Армудане У татарина Тухватулы Я записал Сожительницей Екатерину Петрову Она имеет От него Детей Работник В этой семье Магометанец Гости Тоже В Рыковском Поселенец Магомет Усте Нор Живет С Авдотьей Медведевой В Нижнем Армудане У литеранина Поселенца Перецкого Сожительница Еврейка Лея Пермут Броха А в Большом Такое Крестьянин Из ссыльных Калевский Сожительствует С Аинкой Бродяги Тоже устраиваются На семейную ногу И один из них Бродяга Иван 35 лет В Дербинском Даже заявил Мне с улыбкой Что у него Две сожительницы Одна здесь А другая По билету В Николаевске Иной Поселенец Живет С женщиной Не помнящей Родства Уже лет Десять Как с женой А все еще Не знает Ее настоящего Имени И откуда Она родом На вопрос Как им Живется Поселенец И его Сожительница Обыкновенно Отвечают Хорошо Живем А некоторые Каторжные Женщины Говорили мне Что дома В России От мужей Своих Они терпели Только озорства Побои Да попреки Куском хлеба А здесь На каторге Они впервые Увидели свет Слава Богу Живу теперь С хорошим Человеком Он меня Жалеет Сыльные Жалеют Своих Сожительниц И дорожат Ими Здесь За недостатком Женщин Мужик Сам и пашет И стряпает И корову Доит И белье Починяет Говорил мне Барон Андрей Николаевич Корф И уж Если к нему Попадет Женщина То он Крепко Держится За нее Посмотрите Как он Наряжает Ее Женщина Усыльных Пользуется Почетом Что Впрочем Не мешает Ей ходить С синяками Прибавил От себя Генерал Кананович Присутствовавший При разговоре Бывают И ссоры И драки И дело Доходит До синяков Но Все же Поселенец Учит Свою Сожительницу С опаской Так как Сила На ее стороне Он Знает Что Она У него Незаконная И во всякое Время Может бросить Его И уйти К другому Понятно Что Сыльные Жалеют Своих Женщин Не из одной Только Этой Опаски Как Непросто Складывается На Сахалине Незаконные Семьи Но И им Бывает Не чужда Любовь В самом Ее Чистом Привлекательном Виде В Дуэ Я видел Сумасшедшую Страдающую Эпилепсией Каторжную Который Живет В избе Своего Сожителя Тоже Каторжного Он Ходит За ней Как Усердная Сиделка И Когда Я заметил Ему Что Вероятно Ему Тяжело Жить В одной Комнате С этой Женщиной То Он Ответил Мне Весело Ничего Ваше Высокоблагородие По Человечности В Новомихайловке У одного Поселенца Сожительница Давно Уже Лишилась Ног И День И ночь Лежит Среди Комнаты На Лохмотьях И Он Ходит За ней И Когда Я Стал Уверять Его Что Для Него Было Бы Удобнее Если Она Лежала В Больнице То И Он Тоже Заговорил О Человечности С Хорошими И Заурядными Семьями В перемешку Встречается И Тот Разряд Свободных Семей Которому Отчасти Обязан Такой Дурной Репутацией С Ссылочным Женским Вопрос В Первую Минуту Эти Семьи Отталкивают Свою Искусственностью И Фальшью И Дают Почувствовать Что Тут В Атмосфере Испорченной Тюрьмою И Неволей Семья Давно Уже Сгнила А На месте Я Выросло Что-то Другое Много Мужчин И Женщин Живут Вместе Потому Что Так Надо Так Принято В Ссылке Сожительство Стали В колонии Традиционным Порядком И Эти Люди Как Слабые Безвольные Натуры Подчинились Этому Порядку Хотя Никто Не Принуждал Их К тому Хохлушка Лет Пятидесяти В Новомихайловке Пришедшая Сюда С Сыном Тоже Каторжным Из-за Невестки Которая Была Найдена Мертвой В колодце Оставившая Дома Старика Мужа И Детей Живет Здесь С Сожителем И По-видимому Это Самой Ей Гадко И Ей Стыдно Говорить Об этом С посторонним Человеком Своего Сожителя Она Презирает И Все-таки Живет С ним И Спит Вместе Так Надо В ссылке Члены Подобных Семей Чужды Друг Другу До Такой Степени Что Как бы Долго Они Не Жили Под Одной Крышей Хотя Б Пять Десять Лет Не Как по Отчеству На вопрос Сколько Я Сожителю Лет Баба Глядя Вялая Лениво В сторону Отвечает Обыкновенно А черт Его знает Пока Сожитель На работе Или играет Где-нибудь В карты Сожительница Валяется В постели Праздная Голодная Если Кто-нибудь Из соседей Войдет В избу То она Нехотя Приподнимется И расскажет Зевая Что она За мужа Пришла Невинно Пострадала Его Черта Хлопцы Убили А меня В каторгу Сожитель Возвращается Домой Делать Нечего Говорить С бабой Нечем Самовар Вы поставить Да Сахару И чаю Нет При виде Валяющейся Сожительницы Чувство Скуки И праздности Несмотря На голод И досаду Владевает Им Он вздыхает И тоже Бултых В постель Если Женщины Из таких Семей Промышляют Проституцией То сожители Их обыкновенно Поощряют Это занятие В проститутке Добывающей Кусок хлеба Сожитель Видит Полезное Домашнее Животное И уважает Ее То есть Сам Ставит Для нее Самовар И молчит Когда Она Бронится Она Часто Меняет Сожителей Выбирая Тех Кто Побогаче Или У кого Есть Водка Или Меняет Просто От скуки Для Разнообразия Каторжная Женщина Получает Арестантский Пай Который Она Съедает Вместе С Сожителем Иногда Этот Бабий Пай Служит Единственным Источником Пропитания Семьи Так Как Сожительница Формально Считается Работницей То Поселенец Платит За нее В казну Как За Работницу Он Обязуется Свести Пудов Двадцать Груза Из Одного Округа В другой Или Доставить В пост Десяток Бревен Эта Формальность Впрочем Обязательно Только Для Поселенцев Мужиков И Не Требуется От Сыльных Которые Живут В постах И Ничего Не Делают От Бывший Срок Каторжная Женщина Перечисляется В поселенческое Состояние И уже Перестает Получать Кормовое И одежное Довольствие Таким Образом На Сахалине Перевод В поселке Совсем Не служит Облегчением Участи Каторжницам Получающим От казны Пай Живется Легче Чем Поселком И чем Дольше Срок Каторги Тем Лучше Для Женщины А если Она Бессрочная То Это Значит Что Она Обеспечена Куском Хлеба Бессрочно Крестьянские Права Поселка Получает Обыкновенно На льготных Основаниях Через Шесть Лет Женщин Свободного Состояния Добровольно Пришедших За мужьями В настоящее Время В колонии Больше Чем Каторжных Женщин А ко всему Числу Сыльных Женщин Они относятся Как два К трем Я Записал Шестьсот Девяносто Сем Женщин Свободного Состояния Каторжных Женщин Поселок И крестьян Было Тысяча Сорок Одна Значит Свободные В колонии Составляют Сорок Процентов Всего Наличного Состава Взрослых Женщин В первые Десять лет С начала Морской Перевозки С 1879 По 1889 На пароходах Добровольного Флота Было Перевезено Каторжных Мужчин Третьи Бегут Из дому От стыда В темной Деревенской Среде Позор Мужей Все еще Падает На жен Когда Например Жена Осужденного Полощет На реке Белье То Другие Бабы Обзывают Ее Каторжанкой Четвертые Завлекаются На Сахалин Мужьями Как в Ловушку Путем Обмана Еще В трюме Парохода Многие Арестанты Пишут Домой Что На Сахалине Тепло И земли Много И хлеб Дешевый И начальство Доброе Из тюрьмы Они пишут То же самое Иногда По нескольку Лет Придумывая Все новые Соблазны И расчет их На темноту И легковерие Жен Как показали Факты Часто Оправдывается Один Арестант В письме Хвалился Даже Что у него Есть Иностранная Серебряная Монета Тон Подобных Писем Жизнерадостный Игривый Наконец Пятые Идут Потому что Все еще Продолжают Находиться Под сильным Нравственным Влиянием Мужей Такие Быть может Сами Принимали Участие В преступлении Или Пользовались Плодами Его И не попали Под суд Только случайно По недостатку Улик Наиболее Частые Две Первые Причины Сострадание И жалость До Самопожертвования И непоколебимая Сила Убеждения Среди Жен Добровольно Пришедших За мужьями Кроме Русских Есть Также Татарки Еврейки Цыганки Польки И немки Случается Что За женами Приходят В ссылку Мужья На Сахалине Таких Мужей Только Трое Отставные Солдаты Андрей Найдуш И Андрей Ганин В Александровске И крестьянин Жигулин В Дербинском Последний Пришедший Потом написал На столе Мелом 1890 И вычел 1832 С одним Каторжным Бывшим Купцом Приехал Его Приказчик Который Впрочем Пожил В Александровске Только Месяц И вернулся В Россию По 264 Статье Устава О сынных Мужья Евреи Не могут Следовать В ссылку За своими Осужденными Женами И последним Предоставляется Брать с собой Лишь Грудных Детей И то не иначе Как с согласием Мужей Когда женщины Свободного Состояния Пребывают На Сахалин То их Встречают Здесь Не особенно Приветливо Вот характерный Эпизод 19 октября 1889 Года На пароходе Добровольного Флота Владивосток Прибыло В Александровск 300 женщин Свободного Состояния Подростков И детей Плыли Они Из Владивостока Трое Четверо Суток На холоде Без горячей Пищи И среди Них Как передавал Мне доктор Было найдено 26 больных Скарлатиной Оспой И корью Пароход Пришел Поздно Вечером Командир Опасаясь Вероятно Дурной Погоды Потребовал Чтобы приняли Пассажиров И груз Непременно Ночью Выгружали С 12 До 2 Часов Ночи Женщин И детей Заперли На пристани В катерном Сарае И в амбаре Построенном Для склада Товаров А больных В сарае Который Приспособлен До карантинного Содержания Больных Вещи Пассажиров Сволили В беспорядке В баржу К утру Прошел Слух Что баржу Ночью Сорвало Волнением И унесло В море Поднялся Плач У одной Женщины Вместе с вещами Пропало 300 рублей Составили Протокол И обвинили Во всем Бурю Между тем На другой же День Стали находить В тюрьме У каторжных Пропавшие Вещи Свободная Женщина В первое Время По прибытии На Сахалин Имеет Ошеломленный Вид Остров И каторжная Обстановка Поражает Ее Она с отчаянием Говорит Что едучи К мужу Не обманывала Себя И ожидала Только худого Но Действительность Оказалась Страшнее Всяких Ожиданий Едва Она поговорила С теми Женщинами Которые Прибыли Раньше Ее И поглядела На их Житье Бытие Как У нее Уже Является Уверенность Что Она И Дети Ее Погибли Хотя До окончания Срока Осталось Еще Более Десяти Пятнадцати Лет Но Она Уже Бредит О материке И Слышать Не хочет Про Здешнее Хозяйство Которое Кажется Ей Ничтожным Нестоящим Внимания Она Плачет День И ночь С причитываниями Поминая Своих Покинутых Родных Как Усопших А муж Сознавая Свою великую Вину Перед ней Молчит Угрюмо Но Наконец Выйди Из себя Начинает Бить Ее И Бронить За то Что Она Приехала Сюда Если Свободная Женщина Приехала Без Денег Или Привезла Их Так Мало Что Хватило Только На покупку Избы И если Ей И мужу Ничего Не присылают Из дому То Скоро Наступает Голод Заработков Нет Милостыню Просить Негде И ей С детьми Приходится Кормиться Той же Арестантской Упорцией Которую Получает Из тюрьмы Ея Муж Каторжник И который Едва Хватает На одного Взрослого Тут Резко Бросается В глаза Разница Положения Этой Свободной Женщины Законной Жены И ее соседки Каторжные Сожительницы Получающие От казны Ежедневно По три фунта Хлеба Во Владимировке Одна женщина Свободного Состояния Подозревается В убийстве Мужа И если Ее Осудят В каторжные Работы То она Начнет Получать Паек Значит Попадет В лучшее Положение Чем Была До Суда Изо дня В день Мысль Работает Все в одном Направлении Чего бы Поесть И чем Бы Покормить Детей От Постоянной Проголоди От Взаимных Попреков Куском Хлеба И от Уверенности Что Лучше Не будет С течением Времени Душа Черствеет Женщина Решает Что На Сахалине Деликатными Чувствами Сыт Не будешь И идет Добывать Пятаки И гривенники Как Выразилась Одна Своим Телом Муж Тоже Очерствел Ему Не до Чистоты И все Это Кажется Неважным Едва Дочерям Минуло 14-15 Лет Как И их Тоже Пускают Воборот Матери Торгуют Ими Дома Или Отдают Их В сожительнице К богатым Поселенцам И надзирателям И все Это Совершается С тем Большей Легкостью Что Свободная Женщина Проводит Здесь Время В полнейшей Праздности В постах Делать Совсем Нечего А в селениях Особенно В северных Округах Хозяйство В самом Деле Ничтожно Кроме Нужды И праздности У свободной Женщины Есть еще Третий Источник Всяких Бед Это Муж Он Может Пропить Или Проиграть В карты Свой Пай Жонина И даже Детское Платье Он Может Впасть В новое Преступление Или Удариться В бега Поселенец Стымовского Округа Бышевец При мне Содержался В карцере Вдуе Его Обвиняли В покушении На убийство Жена Его И дети Жили Поблизости В казармах Для семейных А дом И хозяйство Были брошены В Малотымове Бежал Поселенец Кучеренко Оставив Жену И детей Если Муж Не из Таких Которые Убивают Или бегают То Все-таки Каждый день Жене Приходится Бояться Как бы Его Не наказали Не взвели Бы на него Напраслины Как бы Он Не надорвался Не заболел Не умер Годы Уходят Близится Старость Муж Отбыл Уже Каторгу И поселенческий Срок И хлопочет О крестьянских Правах Прошлое Придается Забвению Прощается И с отъездом На материк Мерещится Вдали Новая Разумная Счастливая Жизнь Бывает И иначе Жена Умирает От чахотки А муж Уезжает На материк Старый И одинокий Или же Она Остается Вдовой И не знает Что ей делать Куда ехать В Дербинском Жена Свободного Состояния Александра Тимофеева Ушла От своего Мужа Малакана К пастуху Акиму Живет В тесной Грязной Лачушке И уже Родила Пастуху Дочь А муж Взял К себе Другую Женщину Сожительницу Женщины Свободного Состояния Шуликина И Ефедина В Александровске Тоже Ушли От мужей В сожительнице Ненила Карпенко Овдовела И живет Теперь С поселенцем Каторжный Алтухов Ушел Бродяжить А его Жена Екатерина Свободная Состоит В незаконном Браке Устав О сыльных Отводит У себя Место Так же И женщинам Свободного Состояния По статье 85 Женщины Идущие По собственной Воле Во все время Следования Не должны Быть отделяемы От мужей И не подлежат Строгости Надзора В Европейской России Или на пароходе Добровольного Флота Они свободны От надзора В Сибири же Когда партия Идет пешком И на подводах Конвойным Не время Разбирать В толпе Где тут Сыльные И свободные В Забайкалье Мне случилось И видеть Как в реке Купались Вместе Мужчины Женщины И дети Конвойные Ставшие Возле Полукругом Не позволяли Выходить За границы Этого Полукруга Никому Даже Ребятам По статьям 173 И 253 Женщины Добровольно Следующие За мужьями Получают Одежду Обувь И кормовые Деньги Во все Продолжение Пути До места Назначения В размере Арестантского Пайка Но В уставе Не говорится Как Должны Женщины Свободного Состояния Следовать Через Сибирь Пешком Или На подводах По Статье 406 Им С согласия Мужей Дозволяются Временные Отлучки С места Ссылки Во внутренней Губернии Империи Если Муж Умрет В ссылке Или Если Брак Будет Расторгнут Вследствие Нового Преступления То Жена По Статье 408 Может Возвратиться На родину На казенный Счет Описывая Положение Жен Сыльно-каторжных И их детей Повинных Только в том Что судьба Поставила их В родство С преступниками Власов Говорит В своем Отчете Что Это Едва ли Не самая Мрачная Сторона Всей Нашей Депортационной Системы О том Как неравномерно Женщины Свободного Состояния Распределяется По округам И поселениям И как Мало Дорожит Ими Местная Администрация Я говорил Уже Пусть Читатель Вспомнит Про дуйские Казармы Для семейных То Что Свободные Женщины И их Дети Содержатся В общих Камерах Как в тюрьме При Отвратительной Обстановке Вместе С тюремными Картежниками С их Любовницами И с их Свиньями Содержатся В дуэ То есть В самом Жутком И безнадежном Месте Острова Достаточно Рисует Колонизационную И сельскохозяйственную Политику Здешних Властей Читано по изданию Полное собрание Сочинений Антона Павловича Чехова Издание Второе Том Шестнадцатый Санкт-Петербург Издание Адольфа Федоровича Маркса 1903 Год